Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Как вы знаете, на сайте Life is Good, Hermes и Bestway 18 марта появилось следующее сообщение. Уважаемые клиенты, на сайте ведутся восстановительные работы, ориентировочное время на восстановление 30-40 дней. Приносим извинения за временные неудобства. В данном видео мы как раз обсудим, было ли данное обещание выполнено и вообще посмотрим, какие из обещаний данных за эти два месяца были выполнены. Итак, согласно объявлению, которое висело на всех трех сайтах с 18 марта, максимальный срок для восстановления сайтов они определили 40 дней. И 40 дней выпадают на 27 апреля, если отсчитать от 18 марта. Ну вот сегодня у нас уже 28 апреля и давайте посмотрим, что же в итоге мы видим на сайтах. В нашем телеграм-чате еще до наступления 27 апреля я провел опрос. И задал вопрос так. Как вы считаете, будет ли запущен хоть один сайт до 28 апреля, подведенные 40 дней? Ну, я специально взял дату 28 апреля, чтобы не говорили, а вот 27 еще не закончилось и так далее. Все, 27 точно закончилось, вот уже 28 идет. И давайте посмотрим, каковы результаты опроса. 19% проголосовали, думаю, да. То есть это люди, которые позитивно настроены и думают, что все получится. Действительно, хотя бы один из трех сайтов будет запущен. 49% проголосовали, однозначно нет. То есть, заметьте, соотношение это почти в 2,5 раза больше, чем тех, кто проголосовал, да. 12% выразили такое сомнение, не знаю. Ну и 20% поживем увидим. То есть, такую сдержанную позицию, как говорится. И давайте посмотрим, что же в реальности мы сейчас видим на сайтах. И когда мы заходим на сайт Life is Good, то видим там следующий текст. Уважаемые партнеры, сервис поддержки консультантов будет открыт на новых ресурсах 20 мая. То есть, фраза уже про 30-40 дней исчезла, все ее нет. Назван новый срок, 20 мая. На сегодняшний день ведется тестирование новой системы. Приносим извинения за временные неудобства. Ну что, можно констатировать, что их собственный срок, который они же сами и обозначили, максимальный 40 дней, он не выполнен. То есть, сайта фактически нет. И назначается новая дата, 20 мая. То есть, все сдвигается на несколько недель вперед. Конечно, кто-то может сказать, скорее всего, ничего уже и не будет, никакого сайта и так далее, что это все, как говорится, лапшу на уши вешают. Ну, поживем, доживем до 20 мая, так же, как и дожили до 27 апреля, доживем и до 20 мая и увидим. Опять это очередная лапша на уши или все-таки действительно они свое слово сдержат. Пока, как мы видим, их дела расходятся со словами. Обещают максимум за 40 дней восстановить. По факту, на данный момент не восстановлено. Но здесь в тексте написано, на сегодняшний день ведется тестирование новой системы. То есть, вроде бы, как из этой фразы следует, что какая-то система у них уже есть, созданная за прошедшее там время, но эту систему еще тестируют. Насколько этим словам стоит верить или нет, тут, опять же, вопрос остается открытым. Приносим извинения за временные неудобства. Теперь переходим на сайт Гермеса и видим там следующий текст. Уважаемые клиенты, в связи с сегодняшней ситуацией в компании восстановление доступа к личным кабинетам займет еще какое-то время. Обращаем ваше внимание на то, что восстановление учетных данных клиентов никак не влияет на состояние активов компании. Приносим извинения за временные неудобства. Что интересно, если на сайте LifeIsGood там фигурирует конкретная дата 20 мая и утверждается, что к 20 мая, в принципе, все уже должно быть восстановлено, то заметьте, что на сайте Гермеса никакой фразы про 20 мая нет. Это уже интересно. Здесь написано неопределенно, восстановление доступа к личным кабинетам займет еще какое-то время. Какое, получается, они не знают сами. Если бы знали, они бы назначили конкретную дату. Они не знают. И если помните, уже в предыдущих видео я поднимал как раз вопрос. А есть ли у них для восстановления необходимая база данных? Потому что если есть резервные копии баз данных, то, в принципе, восстановить сайт, систему не так уж и сложно. Если у тебя есть вот все, что нужно для этого. Но, по словам айтишника Евгения, который, по сути, передал правоохранительным органам все сервера, все данные и так далее, все было изъято. Он, по его словам, у Василенко нет как раз никаких резервных копий. И каким образом Роман Василенко собирается действовать и восстанавливать эти данные, большой вопрос. Потому что, что такое Гермес? Это счет Виста, которым пользовались большое количество людей, если мне память не изменяет, больше 100 тысяч счетов было открыто. А некоторые счета были открыты аж в 2014 и 2015 годах. То есть, в 2014 году это, получается, почти 8 лет назад. То есть, это вся история счета за все эти годы. Все операции, начисление прибыли, переводы со счета на счет и так далее. То есть, я думаю, все понимают, это огромный массив данных за 8 лет для большого количества людей. И еще раз повторю, если база данных сохранена, то, в принципе, особых проблем все это восстановить нет. А вот если этой базы нет, она изъята, она сейчас у правоохранительных органов, как айтишник Евгений говорит. И вот здесь как раз и возникает вопрос, как они ее собираются восстанавливать. И как в данном тексте написано, восстановление доступа к личным кабинетам займет еще какое-то время. Ну а теперь переходим на сайт кооператива bestwaycoop.com и читаем. Уважаемые клиенты, в связи с сегодняшней ситуацией в кооперативе, восстановление доступа к учетным записям пайщиков займет еще какое-то время. Обращаем ваше внимание на то, что на сегодняшний день ПК, то есть потребительский кооператив, продолжает свою работу. Приносим извинения за временные неудобства. Для связи пайщиков с кооперативом можете обращаться на почту. Указана почта и телеграм-канал кооператива. Опять же, на сайте кооператива получается, никакой конкретной даты не обозначается, когда сайт будет запущен. И тоже говорится неопределенно, займет еще какое-то время. На канале новости Виста Калькулятор еще 15 марта писали. Хорошие новости. Новый сайт с личными кабинетами кооператива заработает в ближайшие дни. Но по факту, как мы видим, ни в ближайшие дни, ни даже к 27 апреля сайт кооператива не был восстановлен. И сейчас мы видим надпись. Никаких конкретных дат уже не называется. А на сайте написано «Восстановление доступа к учетным записям пайщиков займет еще какое-то время». То есть, опять такое неопределенное. Наверное, вы помните еще следующее сообщение. Я тоже зачитывал его в одном из своих видео. Сейчас необходимо выполнить две основных задачи. Первое. Вытащить людей на свободу. Сегодня, завтра и послезавтра у них суды. Судя по этой фразе, это сообщение датируется примерно 10, 11 или 12 апреля. То есть, поставлена задача вытащить людей на свободу. Но, наверное, вы знаете, суды прошли и мера пресечения для арестованных осталась без изменений. То есть, по сути, данная задача не выполнена. Арестованные люди все так же остаются под арестом. Вторая задача. Восстановить работу сайтов. На дворе уже 28 апреля. Работа сайтов не восстановлена до сих пор. И если с сайтом Life is Good хотя бы есть какая-то конкретика, 20 мая планируется восстановить, то с сайтом Гермеса и сайтом Bestway полная неопределенность. Никаких конкретных сроков уже не называется. По счетам все активы сохранены. Проявите немного еще терпения. Скоро начнем делать новые регистрации. Ну, если учитывать то, что мы сейчас обсуждаем, что даже те, кто занимается восстановлением сайта, уже не называют каких-то конкретных сроков, что-то не похоже, что это произойдет скоро. Осталось совсем чуть-чуть и все заработает. Да. Уже на дворе конец апреля. И дальше. Роман Викторович снял видео. Оно пока не выкладывается в сеть, после судов будет опубликовано. Прошли уже суды и что-то не видно никакого видео от Романа Викторовича. Заходим на канал Романа Василенко и видим, что, как и раньше, на канале регулярно публикуются разные советы, мотивационные ролики и так далее, и так далее. Все это хорошо и замечательно, но в сложившейся ситуации, когда сайты не работают и когда заработают непонятно, люди интересуются главными вопросами. Когда работоспособность будет восстановлена, что делается для того, чтобы она была восстановлена и так далее. Ждут обращения от президента, от руководителя, которому они поверили, за которым они пошли. И почему-то на вот эти короткие двухминутные ролики, на мотивацию, вон даже последний ролик, аж целая одна минута. Вот на эти мотивационные ролики Роман Викторович находит время записывать, а на то, чтобы выйти на связь, так сказать, со своей командой и записать разъяснение о том, что происходит, что делается для восстановления работоспособности. На это почему-то у него нет или времени, или желания. Это уж я не знаю. Пусть этот вопрос задают те, кто поддерживает с ним связь. Сайты прекратили работу 1 марта 2022 года. То есть прошло почти уже два месяца. И за все два месяца единственное, что мы увидели от Романа Василенко, это его обращение в текстовом виде. Я его зачитывал в одном из предыдущих видео, но с текстовым обращением есть проблема, о которой я уже тоже говорил, потому что мы не знаем, это действительно Роман Василенко сам писал, или, может быть, кто-то писал из его помощников. Вот если бы было записано видеообращение, мы бы точно знали, да, вот Роман Викторович Василенко выступает, вот он обращается к своей команде, к инвесторам, к пайщикам и так далее. Почему за два прошедших месяца он так этого и не сделал, а вместо этого выкладываются какие-то коротенькие видеоролики мотивационные, которые к сложившейся ситуации отношения не имеют, тут, как говорится, вопрос открытый. Потому что в своих видео Роман Викторович очень часто рассуждает о лидерстве, о грамотном построении бизнеса и так далее. И вот как раз хочется, чтобы он не только на словах эти качества проявлял, но и на деле, например, поддерживая нормальную коммуникацию со своим сообществом Life is Good с тысячами людей, которые ему поверили и за ним пошли. Вот такое пожелание. Если резюмировать то, что мы сегодня обсуждали. Ставилась задача. Сейчас необходимо выполнить две основных задачи. Первая. Вытащить людей на свободу. По факту на данный момент это не выполнено. Люди по-прежнему остаются под арестом. И Роман Василенко, несмотря на то, что у него есть деньги, есть связи, есть влияние, он ничего не смог с этим сделать. То есть вытащить людей, пока на данный момент не получилось. Второе. Восстановить работу сайтов. Опять же, на сегодняшний день, пока это тоже не получилось, некоторые меня упрекают, что-то у тебя какие-то все, ну, негатив, негативные новости. Так, господа, я рад публиковать позитивные новости. Например, о том, что сайты, все три сайта открыты, и я бы вам сейчас это показал, продемонстрировал, сделал видео про это. Так где они? Я что ли виноват, что сайты не запущены? Да? Или, если появится новость, что арестованные будут выпущены на свободу, так, пожалуйста, я сделаю видео об этом. Но, если новость негативная, значит, кто-то плохо работает. Адвокаты, может быть, плохо работают, которые должны заниматься арестованными. Или, может быть, программисты плохо работают, которые восстанавливать сайты должны. Андрей Жариков, что ли, виноват в том, что плохо работают адвокаты и программисты? Ну, или вот пример, да? Осталось совсем чуть-чуть, и все заработает. Роман Викторович снял видео, пока оно не выкладывается в сеть, после судов будет опубликовано. Классная новость, замечательно. И где оно? То есть, кто-то публикует, типа, позитивные новости, а по факту ничего, ну, не происходит, что в этих новостях обещается. Что чуть-чуть прошло, уже недели прошли, два месяца прошло, и что-то все никак не работает, да? Роман Викторович снял видео, и видео нету. То есть, откуда вот это все берется? эти слухи и так далее. Вы, конечно, можете сказать, так, а что ты обсуждаешь слухи, обсуждай только официальную информацию. Так, а где она? Если Роман Викторович, который, у которого на канале 800 тысяч подписчиков с лишним, вместо того, чтобы опубликовать нормальное видеообращение к народу, так сказать, к сообществу Life is Good, публикуют какие-то там ролики на одну-две минуты, мотивация, советы и так далее, когда люди ждут от него совсем другого. Вот и получается, что официальной информации мало, приходится обсуждать вот эти крупицы, которые гуляют по чатам, ну, в каких-то моментах эти сообщения соответствуют действительности, а в каких-то нет. В общем, будем и дальше следить за ситуацией. Подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Добавляйтесь в наш телеграм-чат. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.